Доброго времени суток моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Итак, смотрю на объем работы, который мне предстоит сделать. Сейчас повыгребаю, вот здесь вот я утепляла листочками свои растения, потом будлея, она красавица конечно, она меня радовала своей зеленью в течение почти всей зимы. Теперь мне нужно вот эти вот все старые ее цветения убрать, постричь, поджигать. В общем, все высматриваю и я отвечу на вопрос Леночки. Такая дискуссия у нас с ней в письме произошла по поводу трусливости. Я вам хочу сказать, там она мне привела в пример, написала письмо интересное, а я решила это вывести и рассказать всем, рассказать, чтобы все, в общем-то, понимали и знали вообще, что такое трусливость и как трусость, трусливость, боязливость. Это сильнейшее оружие лукавого. Вот что я вам скажу. Мне вот это тоже поубирать надо. Это его оружие, Лена. Вот. Не трусость, вот то, что я говорю, трусость само собой, трусливость, боязливость. Человек трусливый, он просто впускает нечисть в жизнь и становится соучастником даже самых страшных событий. Именно все из-за трусливости происходит. Трусливый молчал, когда надо было говорить. Это трусливый молчал. Как у нас говорят, боягус. Молчал? Молчал. И что он делал? Он выращивал, вырастил, выкормил, воспитал кровавого монстра, гибрида, нечеловека, сумевшего замарать миллионы в крови. Как они омоются, я не знаю. Я лично не знаю. Вы там такие вопросы мне задаете серьезные, что на эти вопросы Бог ответит. И ответит очень-очень-очень серьезно. А я что? Я не Бог. Я могу лишь порассуждать на эту тему. Есть у нас священное Писание Божье, Слово Божье. И вот мы можем порассуждать на эту тему через него. Трусливый говорит, знаете, как он говорит? Я лучше промолчу, но зачем лезть на рожон? А то как я буду выглядеть перед всеми? Трусливый боится, боится, боится проявлять чувства свои, истину свою боится. Вы знаете, даже есть верующие, которые боятся показать, что они верующие. Есть такие верующие, которые в живой церкви, которые знают, знакомы с живым Богом, которые ходят по воскресеньям на служение. Но они боятся сказать. Но они не понимают, что их потом так же постесняется Господь. Потому что есть про это в Библии написано четко. Я вам говорю, будьте очень осторожны. Трусливость – это сильнейшее оружие сатаны. Трусливый боится, боится, боится всего на свете. Верит молча, верит шепотом, чтобы никто ничего не сказал. Как это? Как это она говорит про это? Она говорит про Бога всем открыто. Она говорит, люди, остепенитесь, придите в себя, что кровожадность и убийство ничего общего с Богом не имеет. Что вы и ваши дети, и ваши сыновья идут потоком в ад. Зачем вам это надо? Они говорят, зачем это она говорит? Зачем? Да для того, чтобы вы пока живы, опомнились, в себя пришли и не шли на поводу у сатаны. Чтобы вы этого не делали. Ведь сатана, он вас пытается, он вас пытается всех туда, туда запихнуть вместе с собой. Откуда выхода уже нет. Мне хочется кричать, мне хочется стонать, потому что вы посмотрите, во что вот эта трусливость вогнала вас. Какого монстра вырастили. А ведь мы письмо Божье. Вы письмо Божье. Вот вы есть письмо Божье. И с собой показываете Христа. Так всегда нам говорят. Мы письмо Божье. Вы письмо Божье. Посмотрите на себя в зеркало. Вы показываете Бога собой? Чем вы показываете? Вы чем показываете лично? Есть, кто добрыми делами показывает. Есть, кто помощью показывает. Есть такие? Конечно, есть. Это письма Божьи. Это ангелочки, я их называю. А есть вот такие трусливые, Лена, как вы написали мне, которые боятся всего. Они лишний раз боятся показаться. Не, они будут питаться. Они будут питаться от канала. Они будут питаться от советов. Они будут питаться от других людей. Но спасибо сказать они не могут. Даже Богу спасибо сказать они не могут. Честно сказать они не могут. Они трусливы. Они... И вот эта трусость, низость такая, знаете, они впустили в свою жизнь. А мы письмо Божье. Мы с собой показываем Христа. Так написано во втором Коринфянам. Там про письмо. Там написано именно, что мы письма Божьи. А трусливость это сестра лицемера. Когда вы перестанете бояться, трусить, дребезжать, изгоните прочь страх лукавого. Лучше знаете, что бойтесь? Бойтесь Бога. Вот бойтесь Его разгневать. Бойтесь Бога. Нарушить заповеди с трепетом. Вот такой страх возьмите, как, знаете, предродители. Мы боимся их расстроить, получить плохую оценку. Вот этот страх лучше возьмите. А пред миром страх изгоните прочь страх лукавого. И провозгласите Слово Божье. Я вам скажу, как. Там есть такое слово, сильнейшее. Оно мне очень помогает. Я знаю, что оно поможет вам. Оно говорит, не бойся, только веруй, и спасена будет. Вот так сказал Христос. И вы знаете, мгновенно выздоровел человек. Мгновенно. Это такое мощное оружие, Слово Божье. Запишите его. В Библии написано. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Вот тогда вы увидите, как все пойдет по-другому, когда вы будете провозглашать слова Библии. Слова из Библии провозглашайте. Только их провозглашайте. Только их в свою жизнь. Высвобождайте и говорите. Прочь именем Иисуса Христа. Всякая нечисть с моей земли. Прочь из моей жизни. Прочь из моих родных и близких. Ну, как вам вот нужно. Вот тогда все пойдет по-другому, по-божьему. И направление у вас пойдет, противоположное аду. А только в рай. Понимаете? По-настоящему. Не как вам сатана там рассказывает сказки. Нет. А насладившись жизнью здесь на земле. Потому что это такой подарок, который Господь вам дал. Жизнь, который никто не имеет права забирать. Понимаете? Слышите? Никто. И только сатанинское отродие толкает вас на то, чтобы пренебрегали вы своими жизнями. Так что выкиньте прочь этот человеческий страх, а бойтесь разочаровать отца. Вот это бойтесь делать. Мне нравятся строки укрепления живого Бога, действующего в моей жизни. Возьмите, откройте. Евреям, главу 13, стих 56. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так, что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Откройте Евреям 13, глава 13, стих 5, 6 и провозглашайте. А еще, так что отложите в сторону трусость, боязливость, страх человеческий. Перестаньте быть Вадимами страхом и начните, Леночка, быть Вадимами верой в то, что может сделать Иисус. Вадимами любовью. Какую любовь мощнейшую он нам дал силищу. Он пообещал, что он никогда не оставит и не покинет нас. Поймите вот это, поверьте в это и поступайте на основании этого. И не давайте сатане ни малейшего сантиметра в своем мозге. Берегите свой мозг. Держите подальше от зомбирования телевизионного. Все шоу-программы абсолютно все направлены на то, чтобы полностью в щент разбить. Уже давно сатана взял телевидение под свой контроль. И вы же видите, ну мы же это сейчас видим на результате. Вы результат увидели? Возьмите в голову, Христос никогда не покинет вас. Никогда. И любовью поражены будут они все. Поймите это, поверьте в это. Как только вы начнете так поступать, то увидите, что вам на самом деле совершенно, Леночка, нечего бояться. Римлянам, глава 8, стих 33, 34, 35, 36. Прочитайте. Вот 33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И еще раз. Если вы избранные, а вы избранные, потому что вы сейчас досконально, вы сейчас внимательно изучаете Божье Слово. Вы избранные Божьи. Вы избрали Бога. Бог избрал вас. Кто его избирает, того и он избирает. И вы понимаете, кто, там написано, кто будет обвинять избранных, если Бог оправдывает вас. Горе ведь тому будет горе. А с Римлянам 8, стих 34, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас, и за вас он ходатайствует. Он ходатайствует. А 35 стих, Римлянам 8, глава 8, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано? Там написано. 36 стих дальше. За тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец обреченных на заклане. И 37 стих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего. Вот эту фразу возьмите как знамя, несите. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего. И сейчас лукавый, поджав хвост, знаете, как собака, ускакивает прочь от вас, потому что. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего. 38 стих. Никакая тварь. Там так написано. 39 стих. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Вот такой ответ у меня есть для вас. Поэтому с такими фразами из живого действенного слова вам ничего не страшно. Не бойтесь. Потому что вы теперь понимаете, да? Вот вы просили поговорить нас с трусость, трусливость, боязливость, опасание. Ой, вы что это? Все, сестрички, сестрички сатанинские. Да, надо с мудростью поступать, с осторожностью. Но до чего довела трусливость людей, которые думали только о себе, молчали, а стали соучастниками бойни кровавой. Посмотрите, где они сейчас теперь будут, и их дети. Они думают, что так будут жить вечно. Нет, жизнь такая коротенькая. Да, Рэма? Да, Рэмочка. Ну все, я люблю вас. Думаю, что ответила вам сполна. Мне нужно заняться уборкой здесь, этой территории. И я вам покажу эту территорию потом, как она будет выглядеть после того, после уборки. А я люблю вас. Еще раз пройдемся, посмотрим на вот этот весь мусор. Потому что я полностью все это очищу, поубираю вот эту вот, вот эту, вот эту всю часть, которую я вам показываю. И потом мы с вами, кстати, вот нужно вот эту юку рассадить мне. Ее размножить надо. Вон там у нее детки появились. А помните, какие я маленькие сажала юкочки? А какие у меня красивые кипарисы пошли. Сейчас вот-вот расцветет миндаль. Так, все, вот этот вот весь мусор послезимний. Все это мы будем убирать. Вот это вот все, все, все. И делать красоту. Вот сюда даже что-то залетело. Все, дорогие, люблю вас, целую. Пусть Бог благословит вас обильно во всех сферах жизни. А мы с Божьей помощью пройдем все. Все у нас будет хорошо. Вот увидите. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»